Не просто всем, не просто нашим участникам, которых мы тут валим, но, тем не менее, сейчас здесь появится Елена Хребтова. Меня зовут Елена Хребтова, и моим ответом на вопрос, почему я хочу стать телеведущей, будет отрывок из текста песни, которые, я надеюсь, вы пропоете вместе со мной. Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем, ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет-то с каждой слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящей. Всегда, сочиняя мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Всегда, сочиняя мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться. Здравствуйте. Вот смотришь видео и думаешь, ну такое унылое на самом деле оно получилось. Не уходите, пожалуйста. Вот тут точка специально поставлена, чтобы вы были красиво и в кадре. А когда снимаешь, кажется, что так все интересно и весело. Меня зовут Елена Хребтова, и мне 29 лет. Как я оказалась здесь, ну это, наверное, такая тоже большая история, но из последних, почему меня это привело сюда. Чувствуете камеру, вы все время спиной к ней разворачиваетесь. Посмотрите, вот где камеры ваши, которые вас снимают, а вы уши показываете. Так. Я знаю, что был четкий запрос по поводу рубрик и программ и каких-то идей, поэтому я, наверное, тоже буду сразу предлагать, чтобы не затягивать время. Последнее… Нет, вы смотрите-то на нас, просто в смысле стойте повернутыми на камеру. Да, я поняла. Спасибо. Но не было у меня опыта. Но мы вам подсказываем по ходу. Нормально. Спасибо большое. Последнее, так скажем, мое… Извините, очень волнуюсь. Последняя моя профессия, так скажем, была связана с ивент-индустрией. Это организация турниров и мероприятий по ММА. И я была с другой стороны, со стороны заказчика, и мы обращались к ОТВ. Это была сам… Впервые была проведена прямая трансляция по смешанным… по турнирам, по смешанным единоборствам. То есть до этого в Челябинске не делалось, к чему я это все говорю и веду, к тому, что, наверное, Челябинск считается столицей хоккея больше, да, и акцент делается в передачах и в программах на хоккей. Вот. Но у нас есть еще много интересных видов спорта и то, о чем можно рассказать. И, наверное, если бы от себя, то я бы пошла бы именно в спортивные новости. Треугольник Хабиба признан лучшим сабмишием 2020 года. И с вами я, Елена Хребтова, и это время спортивных новостей. Давайте, давайте, вы просто не останавливайтесь, мы вас сами остановим. Извините. Вы начали, интересно. Да, Лен, вы понимаете, да, что в спортивной журналистике, как правило, просто ведущих нет, когда вот становится человек и начитывает по бумаге там или по суфлеру. То есть, как правило, спортивный журналист – это прям журналист. Он погружается в события и пишет сам себе текст. Вы сидите в редакции, как офисный, можно сказать, сотрудник. И пишете. Я понимаю, но… Умеете ли вы писать? Я вот к чему. Это раз. Насколько вы погружены полностью в спортивную тему – это два. Потому что, ну, если уж говорить честно, да, на телеканале ОТВ есть спортивные программы, целых две. То есть, это выпуск спортивных новостей и программа «Весь спорт». Спортивные журналисты нам нужны, скажем так. Ну, нужны, да. Хорошо. Но суть-то в том, что должен быть человек абсолютно погружен в эту тему. Насколько вы в этой теме? Следите ли вы за всеми спортивными новостями? Я вот к чему. Конечно, я слежу в основном за теми видами спорта, которые близки конкретно мне. Я сама спортсмен и знаю изнутри одного, конечно, вида спорта. Ну, нескольких видов спорта, потому что я занималась. Профессиональная художественная гимнастка. И, наверное, я понимаю, какие можно задать вопросы или найти ответы или написать текст именно со стороны и не только, что ты редактор, но и изнутри, когда ты был сам спортсменом. Вы первый человек, который именно о спортивной журналистике заговорил, по крайней мере, в этом сезоне. Это очень интересно. Я думаю, что мы продолжим этот разговор. Спасибо вам большое. Спасибо. У вас времени много, у нас его мало, поэтому спасибо большое. Давайте мы посмотрим, у нас у Александра Прессель есть ролик. В четверг, четвертого числа, в четыре с четверти часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, так и не вылавировали. А потом протокол, протокол. Не дарись. Что это? Я, Александра Прессель, и сегодня я вновь перед вами. Зададитесь вопросом, почему? Ответ прост. Потому что я соскучилась и очень хочу вернуться в команду ОТВ. Да подожди, я еще не закончила. Юлия Макарова напомнила, что каждый уникален, что необходимо верить в себя. Я хочу вернуться на ОТВ, потому что стоя перед камерой, общаясь с командой профессионалов, я получаю удовольствие и эмоции, которые просто мне передаваемы. Мне нравится делиться актуальной и полезной информацией со всеми. Мне нравится находить что-то новое и интересное и отдавать частичку себя людям, которые нас смотрят. Я считаю, что 19-20 июля в РК «Алмаз» будет проходить плочная часть конкурса проекта «Лица». Давайте встретимся там. Пока-пока. Итак, прям... Может быть, Александра хочет сама с чего-то начать. Откопление. Александра Прессы для зрителей была на кастинге «Лица-2» в 2019 году, стала одной из финалисток. Мы сформировали пару с Алексеем Юрченко и в течение где-то полугода эта пара прекрасно себя чувствовала в эфире. Потом началась... Пандемия, да. Пандемия, да. Программа переформатировалась. И эта пара не появилась. Вот у меня первый вопрос, Саш. Ты пришла на «Лица-3». Почему, как ты думаешь, ты не осталась в команде ОТВ? Такой провокационный, прости, вопрос. Я думаю, что мне не хватило немного квалификации, потому что вы говорили, что эта программа немножечко переквалифицировалась и стала более информативной. Также у нас убралась техника и необходимо было готовиться более серьезно и углубленно к эфирам. Сейчас, я думаю, что я за эти два года повзрослела, набралась опыта и смогу готовиться лучше и качественнее, подбирать информацию. Скажите, Саш, почему вам нужен вот этот длинный ход через кастинг, когда все мы друг друга знаем и, в принципе, вы могли позвонить и сказать там, «Надалья Сергеевна, я хочу продолжить, я готова». А вот в начале, когда мы выходили, вам вот же было сказано, что самый строгий руководитель. Саша вот, наверное, боится меня, я же строгая. Нет, я не боюсь, просто я как-то в середине пандемии, да, вот когда был самый такой ажиотаж, я попыталась, поняла, что сейчас не время. И вот просто увидела «Лица-3» и подумала, что «А почему бы и нет?» и пришла. То есть все заново, заново полуфинал, финал. Это уже вам решать. Ну так, может, попробуем тогда в этом новом формате, да, про который мы говорим. Было так, стало эдак. А где ваш сценарий? А так сценарий тут Александре зачем? Она уже все это знает. Я бы хотела вам сама рассказать. Вот вы говорили всем про новости, и прежде чем рассказать про новости, уважаемые участники, давайте вот прям громко и ярко сейчас поаплодируем членам жюри. И всей команде, которая с утра, да, сегодня стоит здесь. Пожалуйста, давайте это сделаем. Я вам хочу сказать, что, ну уж если вы об этом начали говорить, у нас часть команды сегодня вышла в эфир в 6 утра. То есть у нас была сегодня прямая трансляция «Курбан Байрам», и часть ребят, вот, соответственно, они к пяти приехали на работу, соответственно, в районе четырех они, в общем-то, проснулись. Да, именно вот это была часть уважения, а не подхалимства. Рассказать про одну из новостей, которые я узнала, это то, что из приюта «Спаси меня», который находится в Челябинске, думаю, что многие о нем знают, его основатель – это Карен Далакян. Совсем недавно Баграт и Варвара, два медвежонка, которые были на восстановление, отправились в Хабаровск в утес. И скоро все мы сможем наблюдать, как они адаптируются в новом доме. Я считаю, что эта новость, она очень добрая, и все должны ее знать. Еще про новости расскажем. То, что радует меня, я автомобилист, и у нас в Челябинске сейчас реконструируют трамвайные остановки и вместе с тем трамвайные пути. И теперь, когда по проспекту Победы я пересекаю новый трамвайный путь, я испытываю такое удовольствие. Всем рекомендую проехаться и почувствовать, что такое настоящий кайф. Скажите, у вас была пара с Алексеем Юрченко. А у вас сейчас есть партнер, который могли бы... Я думала на самом деле, но он не изъявил желание. Он мужчина, что я буду лезть как бы. Но вообще, в принципе, потенциально есть партнер. Я думала на самом деле прийти, привезти Лешу, поставить стол, стулья и начать вам вещать. Еще кружки ОТВ попросить у кого-нибудь, но вот как-то решила не сильно выпендриваться. Леша ушел в другую сферу. Да, я думаю, что он в самостоятельном плавании, он развивается. Леша, привет! Саша, нам было вас очень приятно видеть. Я надеюсь, что не последний раз. Город маленький, у нас нет шансов. Конечно, желаю вам терпения, сил и, конечно же, хорошего вечера. Всем участникам удачи. Спасибо. Простите, еще добавлю, я не сказала. У меня есть целый блокнотик с наработками по программам. Если что... А-а-а-а, загорелись глазки. Правильный крючок был заброшен. Продолжаем. И следующий здесь появится Олеся Онищенко. Всем привет. Меня зовут Олеся Онищенко. Мне 38 лет. Почему я хочу стать телеведущей? Ответ манальный и простой, но очень искренний. Я это хочу. Два года назад эта идея посетила мою голову и осталась в ней не просто мечтой, а стала направлением деятельности. Мне нравится мое восприятие мира, мое мироощущение и то, как я чувствую и вижу людей. И я готова этим делиться с огромной аудиторией. А то, что мне прилично годиков, так это тоже большой плюс. Телевизионная аудитория – это дама средних лет, и она верит. А главное – доверяет людям, которые пожили и понимают, о чем они говорят. Так что всем удачи. Главное – здоровья в наше непростое время. И до встречи. А с вами была Олеся Онищенко. Я очень рада, что вызвала у вас улыбку. Повторюсь, что… Чуть поближе микрофон. И да, вот вы либо стойку сдвиньте, либо сами перед ней встаньте, потому что это точка, как раз на которой мы должны снимать наших героев. И это максимально выгодный план. Да, я Олеся Онищенко, мне 38 лет. Еще ближе? Еще ниже, да? Ближе, 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 чтобы мы вас слышали. Все. Я люблю разводить людей на осознание. Мои подружки говорят, что я зрю в корень, а знакомые говорят, что мне поработать психологом, потому что я могу вывернуть все с ног на голову и поставить обратно. В прошлом… Ну, в прошлом я по первой специальности экономист. Сейчас меня слышно? Ну так, плоховато. Вот так. Да, вот так. Все, хорошо. В анкете указано телерадиоведущей в процессе. Что это? А я вот рассказывала, что я на заочном отделении два года учусь. То есть это учеба? Это учеба. Это будет диплом о переподготовке. Да, о переподготовке. И у меня нет практики. То есть вот лично вот то, что я сама нарабатывала, ходила на курсы, смотрела, наблюдала так, как учили. Вот как вы себе видите, как это должно быть вообще на самом деле, вот ваше появление на телевидении? Сначала маленькая рубрика. Можно о женской силе, о женских началах, например, флирт, деловой этикет, общение с женщиной. Вы в качестве кого? Я в качестве корреспондента, может, ведущей. А кто в кадре тогда? В кадре я. В кадре вы? И еще сама специалиста, который мне об этом будет рассказывать. И еще желательно, либо я буду в этом эксперименте находиться. Потому что мне интересна эта тема, и я готова сама в эту тему залезть и на себе поставить опыты. Даже и на собаках. Вы вчера говорили про это. И то есть сама найти, придумать и показать там. И очень хорошо будет, если редактору понравится. То есть готовы уже взять, написать и прийти с идеей с готовой? Да. Конечно, еще было бы хорошо техническое знание и понимать, что вы хотите от меня. Потому что я не работала хотя бы соприкоснуться немного с вами. Ну, смотрите, вообще-то базово это все очень просто. Вы берете Word, открываете и начинаете писать синопсис передачи. Ну, то есть описание. О чем идея? Сколько это длится, допустим? Как выглядит визуализация, допустим, съемочного процесса или студии? То есть вы просто пишете, как умеете, своими словами, своим пониманием, как это должно выглядеть. Вот и все. И с этим уже приходите. Прямо передачу или рубрику? Да, рубрику для начала. Ну, хотя бы рубрику. Начинать надо, действительно, вы правы, с малых форматов, чтобы осваивать их, а потом уже наращивать компетенции. Ну, рубрику, то есть это постоянно делать, либо она видоизменит. Нет, просто вы говорите, что мы от вас хотим. Так вот, вы нам просто напишите, подготовьте эту информацию, вот и все. Рубрика — это то, что происходит все время. То есть это цикловая история. Сюжет — это разовая. Все, поняла. Спасибо. Пишите. Спасибо. Спасибо большое. Бессильные аплодисменты наших участников. Они уже такие... А мы продолжаем и смотрим ролик, который представит нам Анну Белоусову. Меня зовут Анюта. Анна. Аннушка. Почему я хочу стать телеведущей? Думаю, что я бы достаточно хорошо смотрелась в образе телеведущей на вашу... Не знаю, почему я так думаю, но кто-то еще так думает. Может быть, поэтому и я так делаю. Телеведущая — это мое. Когда я случайно узнала о кастинге от своего друга, в последний день приема заявок, конечно же, я побежала записывать видео. Это уникальная возможность, которую нельзя упустить. Подумала, почему нет. Слушая себя, я поступаю по зову и сердцу. Но рассчитываю на успех. Мне нравится пользоваться такими возможностями. Это для меня вызов. А я такие варианты люблю. Я. Будущее наше строительство. Моя интуиция подсказывает, что все получится. Слушайте, какой интересный психоделический монтаж, да? Я прямо улетел. Всем здравствуйте. Здравствуйте. А что, в чем вообще была задумка вашего ролика? Это экспромт, если честно. Девушка у нас певица. Вы же понимаете, это космос. Просто, ну, такой космос, что мне даже показалось, что немножко вы под какими-то препаратами это делали. То есть как-то так. Свежий воздух препарат. Свежий воздух исключительно. Да. Ну, почему здесь оказалось? Да, действительно, имела место случайность. И я люблю так выдергивать из контекста, если кто-то рассказал о чем-то. Я думаю, а почему нет? Мне именно рассказали же, да? Вот, поэтому примерила я роль телеведущей. Думаю, по духу мне близко. Мне тоже нравится общаться. Нравится делиться какой-то информацией. Нравятся какие-то коллаборации с подобными мне людьми. И, в общем, творчество. Творчество во всем. И я думаю, ну, почему нет? Решила вот сделать этот шаг в неизвестное, во что-то новое. И поэтому я здесь с вами. Нет у меня опыта работы с камерами. Я выступаю, да, на сцене. Но, возможно, еще сейчас вот пока сидела, думала, хочется сменить контингент слушателей слегка. И в этом в том числе причина. Что вы имеете в виду? Контингент какой? Объясню. Я длительное время, ну, считаю, что уже длительное время выступаю. Я в кавер-группе работала. Вот сейчас сольная работа, авторская работа. И совсем недавно решила попробовать опыт онлайн-трансляции. А именно какие-то концерты небольшие устраивать. Своё авторское пока, если честно, есть страх, что не примут. Поэтому оно у меня в закулисье. Хотя стихи какие-то я уже свои зачитываю периодически. И, ну, есть люди, которым нравится. Я надеюсь, что их будет больше. Но в данном случае не об этом. Вы хотите музыкальную программу? Мне интересно не только в рамках музыки развиваться. Интересно именно взаимодействие с людьми. Какие-то, возможно, интервью. Какие-то, возможно, провокативные порой темы. Я люблю именно, это где-то философию, что ли, инструмент философии включать. А вы когда последний раз телевизор включали? Я, конечно, пользуюсь преимущественно соцсетями. И там получаю информацию главным образом. У меня потому что не работает кабельное телевидение. Если честно, подключены только детские каналы для моих детей. Какие? Финские? Детские, детские каналы. Ну, то есть, вы не следите за развитием телевидения сегодня? То есть, не знаете даже там федеральные какие-то каналы, как развиваются? Местные каналы, как развиваются? Периодически я просматриваю отдельные передачи. Не скажу, что я сижу у телевизора. Элементарно, потому что я немножко распределяю время по-другому, приоритеты. И выбираю то, что мне нравится делать именно. Вот именно действия. Даже на федеральных каналах есть несколько, ну, к примеру, если про музыку, есть несколько музыкальных программ. Несколько прям очень известных музыкальных программ. Вы хоть одну, даже в соцсетях. Я очень люблю вечерний орган смотреть. Мне нравится, что там ребята связали несколько, скажем так, видений. Они узнают о личностях, об их жизни. Они узнают, насколько эти личности мобильны. Какие-то устраивают эксперименты. Но это вот смотрите, это не совсем программа музыкальная. Она так с хорошим музыкальным сопровождением, прямо скажем. Ну, почему там очень часто бывают музыканты, поэтому, видимо, у меня такое сложилось уже внутри ощущение, что это с музыкой. Да, я помню, что там не только музыканты приходят. А если мы про музыку говорим, вот если про музыкальные программы? Вы знаете, я, ну, естественно, мы не берем, наверное, или нужно брать такие программы, как «Голос», там, «Суперстар», там, «Истина ТНП». Ну, это такие шоу-музыкальные, скорее всего. Вам нужно четко нам сказать, что вы хотите. Хотите ли вы какую-то камерную программу, в которой, там, допустим, у вас приходят гости. Вы болтаете, а потом поете или играете. Или вы хотите шоу, там, реально, толпа людей, конкурсанты, жюри. Первый вариант. Первый. У нас есть такая программа, которая называется «Хорошие песни». И вот мы там поем песни для людей в возрасте, прямо скажем, но думаем, куда двигаться дальше с этой программой, потому что сейчас вообще с авторскими правами вообще беда. Мы на телевидении не можем показать ничего музыкального, потому что у нас нет прав. И мы должны получить права. Может быть, вы как раз войдете в одну из этих программ, посмотрите, как она делается. И предложите какое-то свое направление. И, может быть, у этой программы появится новый какой-то вектор и более молодая такая наполнение, контент и аудитория. Вы-то хотите брать интервью у людей, а мы вам музыку эту. Нет, музыка, я считаю, что это все равно в любом случае часть моей души, поэтому я об этом буду, наверное, искренней всего и душевнее всего проникать в эти темы, да. А, ну и, конечно, есть у меня другие интересы и другие темы, которые я бы тоже хотела освещать. И сама бы разбираться, баба еще начала. Мы придумали все по поводу вас. Ой, спасибо. Это так прекрасно. И выйдем на связь в ближайшее время. Спасибо большое. Вот вы как раз пока обсуждали, я это и Ане-то и говорю. Какая вы интересная барышня. Вы пришли, и вам накидывают варианты. Вам накидывают варианты, чем вы будете заниматься. Ну, потому что всегда интересно. Леонид Павлов. Ролик смотрим. Здравствуйте, меня зовут Павлов Леонид, мне 22 года. Почему я хочу быть ведущим? Да, просто с детства я любил к себе повышенное внимание. И начиная с пятого класса, я учился в театральной студии. Мы ставили различные спектакли, сценки. Я проводил некоторые мероприятия. И даже успел поучаствовать в небольшом фильме у своего товарища. Все это заряжает меня огромной энергией, которой я хочу делиться с окружающими, а также со зрителями замечательного телеканала ОТВ. Я жду вашего ответа. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Павлов Леонид, как я уже сказал в видео. Я всю жизнь мечтал поступить на актерский факультет, но и в этом году как раз-таки я получил диплом. Но угадайте, получил ли я его по актерской специальности? Естественно, нет. По специальности я гироскопист, учился в ЮРГУ. Это техническая сложная достаточно специальность. Не знаю, как так получилось, что я свернул от своей мечты, но я всегда надеялся на то, что когда-нибудь у меня выпадет шанс. И вот он выпал. Просто случайно в Инстаграме я увидел, что проходит кастинг. Я подал заявку, пришел. Причем подал заявку как-то спонтанно. Мы с девушкой сидели в кафе, я говорю, вот кастинг. Она говорит, так иди скорее, ну ты же всегда этого хотел. Единственная вообще ниточка, которая в данный момент меня связывает хоть как-то с актерством, это новогодний период. То есть в это время я, начиная еще со школы, вот был, получается, в театральном коллективе, и мы проводили утренники, и вот с тех пор я стал Дед Морозом. Да, да, я знаю, что комплекция, я не Дед Мороз. Но когда большие Деды Морозы уже выходили со школы, то есть уходили, заканчивали 11 класс, кому-то нужно было взять на себя эту ответственность. Меня взяли из-за голоса. То есть если интересно, я могу продемонстрировать. Да уже, в общем? Да давайте, давайте, конечно. Ау, ау, иду, иду. А вот и я, мои друзья. Здравствуйте, мои родные. Здравствуйте, дети дорогие. и маленькие и большие ну вот как-то так в принципе вы очень убедительны так, хорошо ну и я всегда об этом мечтал я подал заявку, в принципе ни на что не надеясь ходил себе на работе тренировал людей, тут мне звонок я думаю, ну почему бы и нет я здесь, в принципе клиентов всех сдвинул говорю, у меня есть на сегодня дела поважнее извините меня, пожалуйста, вы тоже отменяете тренировки сегодня тренировку отменю я простите меня, вот я здесь окей, какую программу, про что вы хотите вести? я бы с удовольствием вел я уже знаю, что есть формат зарядки но мне кажется, если зарядка была бы ежедневная то есть 365 дней я бы с удовольствием вел каждый день буквально 10-15 минут простые домашние упражнения, чтобы люди знали, что спортом можно заниматься в любых условиях вам сил хватит на 365 зарядок в году? с удовольствием, я тренируюсь практически сам ежедневно, то есть это нормальные полноценные тренировки, провести зарядку для людей и показать им, что можно заниматься с бутылками в принципе, этому нас научил карантин вот, но показать, что это возможно, я бы с удовольствием это сделал ты не про все бутылки подумал, негодяй так же, так же я я просто занимался с бутылками в карантине я подумал, нет? вы с какими бутылками занимались? не-не-не, не с теми бутылками то есть делаем разведение, подъемы то есть все это можно было бы рассказывать в утреннюю передачу слушайте, так давайте запишем одну зарядку и будем ее крутить каждое утро одну зарядку? одну зарядку, конечно, каждый день так разные группы мышц, нам необходимо, чтобы одни отдыхали у меня просто одна группа мышц я одной только занимаюсь вот, язык мне вопрос, кроме того, что вы очень спортивный парень в новости спорта погружены? на самом деле интересно вам? мне это интересно, знаете, с какой точки зрения то есть достаточно узко меня очень интересует культуризм в принципе, то есть это вот бодибилдинг и также меня интересуют смешанные единоборства, кулачные бои то есть что-то дальше, типа футбола, баскетбола я не углублен, но в принципе, если это нужно будет я без проблем разберусь то есть я готов к обучению если необходимо будет провести какую-то передачу и углубиться в футбол я стану футбольным экспертом то есть в этом нет сомнений вы знаете, ну, тема, связанная с зарядкой, тоже интересна другое дело, что вот прямо если вы научно-популярным языком и если действительно в домашних условиях так, чтобы каждый мог сделать это было бы круто потому что, ну, всегда, когда к нам приходят ребята из спорта и показывают что-то ну, а у них получается что-то как-то сложно все всегда да? ну, можно даже сейчас продемонстрирую то есть кого-то можно из ребят вызвать и продемонстрирую а там он заводский ходит так, кныш пожалуйста ребят, подойдите кто-нибудь, пожалуйста возьмите свою бутылку воды неважно, там есть у кого бутылка а вот в пакете в моем черном возьми пожалуйста, полтора литра там, да ну, а говорите другие бутылки какие-то полтора литра люкс воды а есть? подходите там кошелек еще лежит где-то нет, кошелек у девушки а, хорошо лежал, лежал лежал итак, здравствуйте, дамы и господа сегодня мы будем разбирать тренировочку на плечи то есть дельты плечо у нас делится на три пучка это передний, средний и задний и первым упражнением у нас будут простейшие махи которые, как правило, в зале выполняются с гантелями так как мы находимся в домашних условиях мы берем бутылочку воды смотрите, в чем удобство бутылки воды мы можем регулировать вес то есть мы можем набрать там пол литра можем набрать литр можем набрать полтора итак, здесь у нас примерно подскажите, сколько? ну, вы как эксперта как эксперта ну, 300 миллилитров 300 миллилитров нет, больше больше 550 кто больше? дамы и господа сколько здесь? 500 пол литра отлично пол килограмма достаточно чтобы прокачать среднюю дельту если до этого не занимались итак, смотрим за техникой выполнения возьмите, пожалуйста мизинчик и локоть должны у нас смотреть вверх то есть нам необходимо выполнить мах итак, давайте попробуем вы мне скажите вы сами так бутылками накачались? вот эти вот свои штуки ну, практически, да ладно, шучу, нет конечно, в тренажерном зале но в чем смысл? итак, давайте попробуем я расскажу сейчас выполняем упражнение да есть романтическая музыка какая-нибудь? можете вы включить? давайте я потрогаю ваши мышцы чтобы понять работают ли они у вас итак, давайте мизинчик наверх все, спасибо то есть в таком формате вот, можно все все, благодарю вас спасибо вам большое, браво человек ушел с одним плечом накачанным в чем смысл моей зарядки? она не для того, чтобы в принципе, вот люди с бутылками качались это все сделано для того чтобы замотивировать людей пойти в зал потому что я очень хочу чтобы вот как когда-то я придя в зал я всегда мечтал там быть человеком-пауком и я всегда видел его форму и говорил вот я хочу быть как он вот, соответственно я пошел в зал и я хочу просто чтобы люди поняли каково это вот когда ты получаешь памп то есть, ну подзабил мышцы кровью налились и ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты другой человек я хочу, чтобы люди получали удовольствие от жизни и в принципе от сфор слушайте, ну мне прикольно мне прикольно вот если а в каком в каком районе города вы? я на северо-западе а, работаю на ЧМЗ индивидуалки индивидуалки что ли уже? про северо-запады зачем сказали Наталья Сергеевна приходите бесплатная тренировка слушайте, мне кажется что формат где показывает тренер как можно домашними всякими тягать домашние всякие вещи это очень интересно нет, это очень круто это просто, знаете распространенная отговорка людей когда им говоришь пойдем в зал он говорит нет, там ходи там то, все так я тебе покажу как с бутылками заниматься дома будешь работать в принципе без проблем результат возможен потому что первый год я занимался смешанными единоборствами и занимался дома и только потом я пошел в зал то есть я готовил себя к залу и я работал с подручными средствами я выполнял приседания махи все те же бутылки там две гантельки папины слушайте, а есть такой формат американский и он очень популярный там тренер он за кадром его супруга потом его супруга она вошла в кадр он меняет людей ему пишет вся Америка отправляет письма и это очень толстые люди и он выбирает кого-то из этих людей приезжает к ним знакомиться и первый месяц он живет по-моему первые два месяца он живет с этим человеком и его тренирует потом ему оставляет задание камеру наблюдения и приезжает на контрольный замер если человек молодец там ему какие-то подарки дарят и так далее и через год происходит торжественное там взвешивание то есть такое реалити-шоу когда реально зритель может увидеть результат результат вот это пару таких проектов есть на федеральном канале СТС ох вот я пропустил готовы ли вы взять на патронаж кого-то да чтобы в течение длительного времени изменить да то есть клиенты которые тренируются у меня они как правило рассматривают ну длительный период то есть люди которые приходят просто попробовать они в принципе ограничиваются разовой тренировкой они попробовали думают что они эксперты уходят вот то есть кто хочет результат а вы сможете замотивировать очень взрослого человека в этом смысле ко мне ходят люди которые ну в принципе ровесники моих родителей и старше то есть у меня из молодых ребят две девчонки и один парень все остальное это взрослые люди и как как вы их мотивируете вот как я показываю им технику выполнения упражнений рассказываю как что и где должно работать при этом разнообразную тренировки то есть они у меня они монотонные если мы качаем спину можно спину покачать в таком формате можно в таком можно в третьем а также добавить еще допустим круговую тренировку посередине посередине основной и в принципе происходит разнообразие то есть я прошу отчеты мне скидывать постоянно постоянно на контроле у меня все люди находятся то есть в таком формате в принципе я привык работать у нас есть повод попробовать с вами встретиться да спасибо спасибо большое спасибо вам сейчас будем знакомиться с Юлией Зигура всем привет всем здравствуйте меня зовут Юлия мне 31 год сегодня когда ехала на озеро я услышала по радио что сайт одиногл.ру запускает проект лица 3 будут искать новых телеведущих я подумала почему бы мне не попробовать и вот спустя несколько часов я записываю дома видеовизитку на телефон итак видео должно быть до минуты поэтому постараюсь уложиться почему я я считаю что я общительная харизматичная притягательная приятная я люблю взаимодействовать с людьми и я уже сильно связана с нашим любимым городом в далеком 2007 году я приехала сюда поступать и осталась жить в Челябинске поэтому Челябинск стал для меня родным городом я думаю многие заметили что день от дня он становится все краше конечно же хочу отметить работу нашего местного телевидения я всегда считала что оно на высшем уровне но даже не могла себе представить что я могу каким-то образом к нему соприкоснуться и вот настал тот день надеюсь еще увидимся и всем пока здравствуйте меня зовут Юлия да Челябинск для меня стал действительно родным городом в этом году было 14 лет как тут я живу вообще я сама из соседнего региона из Башкири вот в Челябинске я приехала поступать закончила юридически работала в суде работала юристом но для меня всегда это было как-то скучно и спустя много времени спустя много обстоятельств я успела пожить и в Сочи практически год два года в Москве пообщавшись с разными людьми и я все время слышала о Челябинске такое мнение что красные труселя суровые мужики и заводы пароходы но Челябинск это же страна озер пролетая над Челябинском диву даешься сколько озер какая у нас красивая природа о люди и сразу к делу что бы я хотела предложить я хотела бы сделать акцент на людях которые могут мотивировать нас всех а вообще да я впервые на подобном кастинге у меня не было опыта общения подобного но я веду свой ютуб канал у меня там 500 подписчиков ну он такой по типу лайфстайл рассказываю о переездах о городах где мне удалось пожить это Сочи и Москва Челябинск вот поэтому я его веду чисто для себя чтобы прокачивать свое горло да рассказывать что-то вот и когда я думала что можно да предложить каналу ОТВ и мне вот понравилась такая идея рассказывать о наших людях у вас классная есть программа Суперстар где рассказывают о людях которые получается пережили пенсионный период и сейчас они там зажигают и смотришь на них вот смотрите эта тема очень классная и всегда интересно настоящие человеческие истории увидеть особенно когда люди проходят через какие-то сложности какая ваша роль как ведущий и как вы там себя видите я могла бы это в плане ютуб шоу или интервью рассказывать приходить к ним домой показывать их быт вопросы коллеги задайте либо мы отпустим человека потому что я точно знаю что ну с этой энергетикой еще нужно соприкоснуться я вот только что пришел и я прям зарядился вот на я прям все правду говорит сколько времени вы готовы тратить на работу на телевидении да вообще в принципе я веду блог у меня пока нет работы 4 часа проводила вот поэтому я свободна и открыта окей спасибо большое спасибо вам за внимание давайте продолжайте знакомиться с нашими участниками и я приглашаю Валерию Габасову добрый день меня зовут Габасова Валерия мне 29 лет замужем воспитываю прекрасную дочку Соню по специальности я экономист-менеджер в сфере туризма и гостиничного бизнеса всегда нахожусь в поиске себя развития и не люблю сидеть на месте мне нравится знакомиться с новыми людьми путешествовать и познавать новые виды спорта когда я увидела информацию о кастинге я подумала почему бы не попробовать себя в роли ведущей буду с нетерпением ждать приглашения на кастинг еще раз здравствуйте меня зовут Лера мне 29 лет и если честно я шла на кастинг без особой какой-то идеи придумать какую-то программу я просто увидела кастинг о круто надо попробовать почему бы нет вот и ну уже в ходе того у меня возникла просто такой перформанс я думаю ну ладно что бы рассказать о себе такого с детства у меня было две мечты это быть стюардессой и быть ведущей прогноза погоды но к сожалению ну правда хорошая мечта как это соприкасается ну на самом деле один шаг к исполнению первой мечты я все-таки сделала я отучилась на стюардессу но компания Трансайра к сожалению разорилась и в дальнейшем летать я уже не видела возможности потому что так 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 а если вы к нам придете у нас ОТВ не разорится сразу ну я думаю сейчас уже нет тогда я была молодая неопытна вы говорите сразу же сразу вау на кастинг да вы вообще любите по кастингам ходить по разным по всяким по любым нет к сожалению это наверное за последние пять лет это первый мой кастинг до этого я была в модельном агентстве но это тоже мне приносило какое-то удовольствие чтобы проявить себя как-то проверить себя проверить свой характер настойкость опять же знакомство с людьми дает тебе дальнейшее развитие какое-то да и понимаешь куда тебе двигаться дальше вот сейчас у меня возможно такой период в жизни когда я нахожусь именно в поиске себя и немного не знаю куда бы мне вот пойти поэтому вот я же не зря спросил про разорение ОТВ вот Павел Геннадьевич исчез понимаете куда-то просто исчез уже и все и вот что здесь будешь делать Лер давайте вы здесь в принципе сидите уже не первый час да измученная извините нас пожалуйста но мы ко всем пытаемся одинаково по времени относиться все равно вы знаете слышите видите что мы в принципе задаем одни и те же вопросы претендентам да в каких программах в каких форматах вы себя видите вы только что сказали что шли без идеи а просто как бы чтобы попробовать так вот у меня вопрос вот этот кастинг для того чтобы вот я пришла попробовала и ух я молодец или вот я пришла и я готова куда-то туда-то нет я готова куда-то куда ну вот и пока я сидела у меня возникло две идеи первая это возможно что-то связано с психологией то есть это взаимоотношения между мужчиной и женщиной ну а-ля то есть вы понимаете насколько это говорильная скажем так да извините филологи за слово тема и насколько это будет скучная программа то есть как ее нужно делать интересно чтобы это смотрели ну возможно нужны провокационные герои то есть именно вот прям полную какую-нибудь жесть которая вот у нас к сожалению происходит да и семьи которые то есть мы переходим к формату ток-шоу ток-шоу где есть некий ведущий скандальный где есть провокация так хорошо пришли и что вы себя видите в этой роли малахов в юбке да нет не малахов нет конечно но это что-то почему нет конечно мужского и женского то есть как барановская будете да а что в ней такого хорошего лучше чем в малахове мне малахов в принципе немного не импонирует как мужчина поэтому я не могу сказать о нем что он вообще крутой чувак вот ну то есть мы будем что укопаться в грязном бельге доставать алкашей наркоманов а это что вам интересно вот вам самой это будет интересно ну это жизнь на самом деле ну то есть мы не будем настолько прям ну просто будем освещать проблемы не то что у нас сейчас все так хорошо и век там прогрессивных технологий интернета инстаграма да где выкладывают все идеально отретушированные лица и показывают себя какие они кругом молодцы ходят в спортзал накачанный но город же это не про это ну хорошо ну а вот нужна еще одна такая программа среди десятка этих программ на федеральных каналах не буду что называть название ну там же все они есть они идут друг за другом на одном потом друг за другом на втором потом друг за другом на третьем ну и что и мы на ОТВ это запустим нет а я не говорю что это как прям телепередача возможно это так же делать формат ютуба то есть чтобы это было не телепередача как основной вот а именно запустить это на ютуб канале либо в телеграме где-то вот примерно так я понимаю что нет это не особо не всем наверное это интересно так вы сказали у вас была пара идей какая вторая поняла это было не очень удачно хорошо ну так как я являюсь мамой маленькой дочки то она у меня очень любит смотреть такие передачи где взрослые и родители там что-то делают совместно то есть либо они готовят либо сочиняют мультики да там по-моему на карусели есть такая передача ну вот что-то подобное возможно капец это вообще две разные вы понимаете вещи а можем мы посередине что-нибудь найти может быть нет это же прям вообще два разных телеканала две разные телепередачи абсолютно ну вот из крайности в крайность вот к сожалению ну и вот смотрите опять получается ну что-то подобное подобное ну то есть значит где-то уже это есть а может быть даже и не одно а два и три и мы как быть что будем четвертое делать это а если что-то подумать то есть хотя бы про направление там еще что-то как-то то есть ну зачем делать подобное я вот к чему понимаете может быть ну возможно сделать там обзор каких-нибудь детских лагерей там еще что-то что вот сейчас особенно актуально для родителей вот ну вот что-то в этом роде и вторая идея которую вы придумали обзор лагерей это тоже это все касается что взаимоотношения ребенка и родителя ну то есть какой-то такой формат что именно какие-то местные челябинские фишки просто я сейчас столкнулась с тем что очень многие родители не знают куда отвезти своего ребенка чем его занять потому что лето как бы родители все заняты работают я не знаю я не знаю почему Валерия мне нравится ну все данные конечно есть у Валерии что-то уж говорить но я пока не могу представить себе какой-то формат в котором вы были бы уместны если говорить о программе для молодых родителей да то есть вы же туда в ту сторону рассуждали сейчас то ну вот чем она может быть необычна и отличительна от тех которые есть как вы себя там видите чтобы вы были там какая-то другая отличная от коллег из других каналов ну вообще коллеги из других каналов да они в основном медийные известные личности да а здесь я именно буду рассказывать возможно какой-то маленький мир Челябинска и челябинской жизни а то есть вот смотрите а процесс воспитания ребенка в Челябинске и в Москве отключается нет ну конечно одинаково но я не про воспитание хочу рассказать а именно про какие-то про проведение досуга совместного про какие-то интересные мероприятия вот у нас недавно кстати прошло шоу каскадеров мне кажется это такое было довольно известно и все его видели и слушали ну то есть не все о нем знали я выкладывала в инстаграм и мне все писали а где а что то есть люди не освещены они не знают этого к сожалению вот и почему бы не делать такие коротенькие обзоры какие-нибудь ну все наверное да спасибо мы вас посмотрели спасибо 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 вам вы не в ту сторону воткнули микрофон это я уже решил решил принять участие стать стать телеведущим для меня мечтать детства ведь это новые роли новые неизведанные испытания и способ проявить себя до встречи на кастинге но про эрудицию про эрудицию про эрудицию вот однако мне очень интересно с вами пообщаться вот вы человек молодой и все молодые люди которые приходят к нам говорят что о мы хотим делать ютуб форматы форматы для соцсетей у вас есть такие мысли такие идеи да на самом деле это очень интересно я хотел начинать свой личный блог однако из-за обучения из-за учебы у меня времени просто напросто не хватает но вот про что вы делали вы знаете я параллельно еще увлекаюсь писательством и я люблю стиле нуар вы пишете потому что в этом есть какая-то особенная свой шарм я бы сказал и какая-то эстетика вот и собственно к чему я это веду я люблю неформат то есть это когда какое-то резкое выбивание из рамок из границ то есть когда ты постоянно удивляешь читателя и не даешь ему как сказать спокойствия грубо говоря то есть он только привык что все спокойно и в этот же момент что-то происходит вот и если вести что-то то это менять роли грубо говоря это менять свой образ это можно вот так например спокойненько можно более энергично либо ну какая-то смена обстановки и постоянное движение чтобы цеплять чем-то привлекать к себе внимание ну вот вы сказали что вам не хватает времени потому что вы учитесь как же вам будет хватать времени на работе на работу здесь у нас а видите я так сказал потому что первый курс это самый важный это зарекомендовать себя а сейчас у нас уже более так скажем спокойная обстановка когда теперь я могу учебу второй курс сейчас отодвинуть второй курс сейчас да второй курс вы уже успели пройти практику и на гтрк и на 31 канале почему там не задержались нет на самом деле 31 канал ну ничего плохого говорить не буду но это не мое мне нравится более официальное более серьезное что-то такое фундаментальное так скажем так это уже точно не соцсети в смысле ну фундаментальное серьезное это же не соцсети это это битховен нет это классика это бах ну это понятно я имею ввиду то есть более серьезный канал вот а гтрк это прекрасное место это прекрасный коллектив это профессионализм то есть буквально за коротенький срок я реально получил очень много опыта и почему там не остались я хочу попробовать и найти себя потому что можно здесь попробовать вот как раз это как сказать как звезды сложились и сегодня я здесь и вот пророчески получилось на видео когда я сказал до встречи на кастинг все-таки получилось а вдруг так получится что у нас тоже попробуете и дальше пойдете а мы вот время потратим нет ну вполне возможно потому что однозначно говорить никогда нельзя потому что все меняется и мы постоянно находимся в движении однако если я этого добьюсь то я выложусь настолько сколько могу именно в журналистике я себя обрел я реально хочу этим заниматься мне это нравится определяюсь именно в том плане что чтобы больше подошло то есть например корреспондент либо ведущий еще что-то потому что практику я маленькую имел и соответственно вы понимаете вы понимаете какая штука особенно в вашем возрасте как мне кажется тут надо не выбирать а хоть куда-нибудь залезть хоть как-нибудь определенно верно и собственно поэтому я здесь потому что это же не значит что я пришел и сразу там стал ведущим еще что-то я смотрел прошлые выпуски помните вы говорили например а вы бы согласились пройти стажировку побыть корреспондентом например вот вы бы согласились я бы согласился определенно согласился вот на этом и порешим позовем вас на стажировку а там будем разбираться спасибо, Ирислав вам спасибо давайте продолжим девушки аплодируют Екатерина Зинцова здравствуйте меня зовут Екатерина я хочу работать на Челябинском телевидении ОТВ так как я давно мечтаю об этом так как уверена в своих способностях обладаю необходимым перечнем знаний и талантов чувствую в себе неиссякаемый поток сил творческих сил и вдохновения для того чтобы находить выделять освещать подмечать и передавать важные информационные моменты явления кипящей жизни этого необычайного города этот город меня вдохновляет его судьба и развитие для меня не безразличны благодарю всех за внимание всем спасибо здравствуйте здравствуйте добрый вечер меня зовут Екатерина ну как вы уже из ролика выше увидели и поняли я безумно люблю и мне очень нравится ваш город искренне правда я преодолела очень многие так скажем испытания чтобы сюда попасть приехать и вот я здесь первая цель как говорится уже уже преодолена вы по профессии юрист да все верно почему вы хотите прийти в СМИ работать честно скажу пол жизни об этом мечтала думала представляла себе так скажем это больше произошло вот то что я выучилась на юриста больше по воле заявлению родителей моих ну то есть как бы я вы выполнили родительскую волю да 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 на самом деле душа у меня вот она прям тогда какой проект хотите вести какую программу вы знаете вот я думала об этом на самом деле меня душой опять же стараюсь больше к душе прислушиваться больше тянет вообще я себя считаю универсальным таким как бы ведущим могла бы любого формата проводить и строгие серьезные такие но больше все же меня тянет к ведению развлекательного плана формата передачи какие например например с детьми что-то вот именно детям знания какие-то передавать мне очень важно именно передавать знания я вот хочу в массы нести так вам педагогам надо работать причем здесь телевидение ну вот именно знаете чтобы было рассчитано на широкую аудиторию но у нас вот слушайте у нас вот телеканал УТВ он такой более ну на взрослую аудиторию рассчитанный да и вот познавательные детские передачи как-то не у нас в формате ну это как один из вариантов вот я еще продолжу так же хотелось бы вот как уже выше кто-то говорил музыкального плана формата передачи я еще пою могла бы тоже и петь и вести и спрашивать и говорить можно я спрошу вот я не от первого человека сегодня слышу вот эту идею насчет того что нести в широкие массы я хотел бы немножко разобраться все-таки что вы конкретно подразумеваете здесь вы хотите быть кем для человека пастырем вот таким который доносит какие-то важные вещи вы так относитесь к аудитории я просто хочу понять вы правильно заметили это один из элементов как скажем концепции то есть вы достаточно возвышены над аудиторией чтобы вот донесить на нее какие-то важные вещи нет нет я не понять да что вы имеете ввиду нет нет конечно никакого никакого проявления гордыни эгоизма нет то есть вот просто ну когда вы говорите что вы могли бы вести с легкостью любого типа мероприятия именно это высокомерие я именно так это и воспринимаю ведь вы ведь вы буквально говорите о том что вы можете все у нас вот люди не могут все сделать какие-то вот они у нас такие недоделанные а я могу а вы можете да уверенность скорее у нас в ходе в ходе нашего шоу будут в том числе заниматься переменой внешнего облика потому что он должен быть более динамичным более ярким у вас прекрасные волосы но мне кажется нам придется с ними расставаться согласна согласны готово ну не каждая девушка может это сделать на самом деле как говорится работа требует жертв я согласна ну их можно продать нет ну знаете я уже слышал однажды вот я согласна доходим до кресла парикмахерского а потом знаете только тапочки у кресла остаются а девушка там где-то на улице бегает уже с криками спасибо большое спасибо вам большое спасибо